Базунь Алексей Николаевич, судья международной категории. Хотелось бы в первую очередь узнать, как вы оцениваете первый день нашего международного турнира рождественского поборья? Знаете, я честно удивлен, потому что, во-первых, состав очень хороший, и не только наша команда России, но и зарубежных команд. Вы знаете, сейчас непростое время, и в данном случае я также выезжал сейчас за рубеж. Потом, чтобы вернуться в страну, нужно пройти ряд определенных процедур, чтобы побыть в карантине или, допустим, сдать тест. Поэтому и с такими же сложностями, когда сталкиваешься, понимаешь, что организовать такое мероприятие, нужно приложить максимум усилий для того, чтобы, во-первых, сначала организовать его здесь, и затем еще пригласить команды, которые тоже смогли бы добраться и поучаствовать в этом соревновании. Поэтому состав очень хороший, и схватки очень интересные сегодня. Вы также были арбитром на Кубке мира по борьбе. На индивидуальном Кубке мира. Да, который проходил совсем недавно. Очевидно, что разница есть, но что схожего между судейством такого формата соревнований и международного турнира, как у нас сейчас проходит? Вообще здесь присутствуют лучшие судьи России, одни из лучших судей России. И поэтому всегда качество судейства наших российских судей, оно даже не обсуждается. Поэтому и те судьи, которые работают на третьей категории, на первых чемпионатах России, второй категории, они соответствуют статусу. И первой категории судьи, которая служит и мира, и Европы, и такие же, как судьи Олимпийские. То есть у нас категория в России не имеет значения, имеет значение опыт судейства таких соревнований. Поэтому здесь состав судей очень опытных, и они качественно обслуживают эти встречи, потому что схватки очень интересные сегодня. А в чем сложность сегодняшнего судейства? Во-первых, динамика встреч. Кадетов всегда, когда судишь, если борцы взрослого разряда, они когда знают друг друга, меньше баллов и меньше активности, меньше технических действий, то у кадетов это не прослеживается. Что в мужском, что в разделе вольной борьбы, что в разделе греко-римской борьбы, динамика борьбы всегда высокая. И поэтому надо успевать и занимать правильную позицию, видеть все действия спортсменов и видеть всю судейскую бригаду. Это всегда, я всегда и говорил, и буду говорить, что кадетов судить сложнее, чем взрослые. Как Вы уже упомянули, этот год был непростой, и определенные условия у нас в проведении соревнований. Как Вы оцениваете работу тренеров со своими спортсменами? В какой они физической подготовке находятся? Сегодня мы разговаривали со старшим тренером юношеской команды, потому что мы говорим об этих соревнованиях. И дело в том, что только не провели международные соревнования, такие как Мир и Европа, а полный процесс подготовки спортсмены прошли и находятся в хороших кондициях. К сожалению, нам условия, которые создаются в мире, это пандемия, вы сами понимаете, и отменены были и проведение европейских первенств, и мировых первенств. Да, к сожалению, но мы успели провести и первенство России, и успели провести сборы, вот тренер сборной команды, и все на местах продолжают работать. Это очень важно, потому что вот такие соревнования в конце года для таких спортсменов, которые многие, может быть, участвовали в этих данных сборах, участвовали в первенствах России, но не все, а здесь собрались действительно хорошие ребята, и для этого возраста во многих регионах введены ограничения, поэтому для них это очень серьезный старт. И как почувствовать атмосферу соревнований, почувствовать вот этот мандраж, так называемый перед соревнованием, подготовку к ним, это очень важно, потому что впереди еще много подготовки к следующему году. Вы у нас в училище Олимпийского резерва в первый раз? Нет, я не в первый раз. Я здесь... Вы имеете какие-то изменения? Постоянно здесь, на этих соревнованиях. Это уже не первый турнир. Но с каждым годом эти соревнования становятся все красочные, все насыщенные борьбой. И организатор данного мероприятия, в первую очередь, это Дайд Владимирович, который является идейным вдохновителем, он старается создать максимальные условия для того, чтобы ребята действительно почувствовали именно международный уровень проведения соревнований, чтобы они почувствовали встречи с хорошими борцами из других стран и только из России. Все-таки международный опыт – это хороший опыт для юных спортсменов, для молодых борцов. Как Вы считаете, какие качества необходимы борцам в таком возрасте, чтобы сохранить свой дух и настраиваться на дальнейшие спортивные достижения? Знаете, как сказал наш президент Михаил Герозич Мамиашвили, нам домашние тигры не нужны. Поэтому многие спортсмены борются дома хорошо, а выезжая за границу с зарубежными борцами, что-то не хватает. В первую очередь, психология, психологические настрои. И это нужно сохранить ребятам, этот настрой, эту уверенность придать. Благодаря таким соревнованиям он должен появляться, он появляется. Потому что от того, что борец дома боролся, не выступая, не участвуя международными борцами, он не приобретает этот международный опыт, он приобретает только внутри страны. А это большая разница, когда выезжаешь за рубеж и смотришь, что происходит с нашими борцами, которые многие хорошие ребята, а почему-то не получается. Вот в этом вся и суть этих международных турниров, что перед основными стартами, такими как Мир и Европа, почувствуют этот международный дух. Завтра второй день финалов. Что пожелаете финалистам и полуфиналистам? Во-первых, показать свою красивую борьбу, это раз. Во-вторых, показать, на что они способны и порадовать своих тренеров.